Сразу три Дома культуры открылись в муниципалитетах Чувашии. Новые площадки для творчества строятся в республике по программе устойчивого развития сельских территорий. За последние годы в регионе появилось уже 12 новых клубов. До 2020-го запланировано построить еще столько же. Просторный зрительный зал, гримерка, библиотека, кабинеты для кружков. Все по современным стандартам. В деревне Починок и Нелли Комсомольского района возвели клуб на 150 мест. Сегодня в нашем поселении огромный праздник. Это открытие нового сельского Дома культуры. В данном населенном пункте, то есть в деревне Починок и Нелли, сельского Дома культуры не было более 15 лет. И вы знаете, люди собирались. Вот у нас есть колхоз здесь действующий, вот фойе колхоза, то есть все мероприятия. А народ настолько активен, что они своими идеями все-таки добились нашего нового строительства этого клуба. Мы много раз выходили с письмами, с просьбами к правительству нашему, к депутатам госсовета. В общем, вот, очень активные люди в нашем населенном пункте. В Батаревском районе по программе устойчивого развития сельских территорий открылись сразу два Дома культуры. В деревне Тягашево существующий клуб капитально отремонтировали, а в Бахтигильдина построили новый. На это из местного и республиканского бюджетов было выделено 11 миллионов рублей. Кстати, в Бахтигильдина помимо клуба появилась и новая дорога в 5 километров. Для развития сельской местности в последние годы делается очень много. Программа устойчивого развития сельских территорий работает с 2012 года. И за это время с бюджета направлена на развитие сельских территорий около 9 миллиардов рублей. Только за 2018 год направлено 2 миллиарда 365 миллионов рублей. Это очень огромную сумму. Таких денег не было, наверное, я скажу, и не побоюсь никогда. Есть и другая программа, которая показала свою эффективность в республике. Это инициативное бюджетирование, в рамках которой жители деревень и сел сами решают, что им необходимо. И финансово участвуют в проектах. Однако большую часть средств выделяет бюджет республики. В крупных районах сегодня 60% выделяется государством, 40% это собирают бизнес, население. И в маленьких районах софинансирование 80 на 20. 20% населения плюс юридические лица. Очень хорошая программа. Сейчас Минсельхоз проводит конкурс на 2019 год. Если у нас 291 сельское поселение в Чувашской республике, то заявок уже около 450. Если раньше от поселения принималась только одна заявка, то с прошлого года условия поменялись. Теперь количество проектов не ограничено.